Всем привет, друзья! Хочу показать сегодня вам, как у немцев устроена техническая комната. Именно та комната, где находится разветвление, разводка по электрике и также где находится, стоит котел. Давайте сейчас я вам покажу эту комнату. Вот, кстати, она находится, давайте я сейчас выйду, вот за такими огнеупорными дверями. Вот специальные двери, одни двери, двойные двери получаются, двойные, вот вторые двери. Мы открываем и заходим в эту техническую комнату. И здесь вы можете видеть вот такой большой котел. Там все приборы, которые имеются. Все аккуратно сделано. Ну, конечно, тут еще, по-моему, даже не доделано что-то. В общем, провода не собраны. Потому что еще ремонт идет. Тут рабочие этой фирмы, которые устанавливали этот котел, еще будут приезжать сюда, когда уже полностью этот спортзал. Кстати, этот спортзал, когда он доделается, они уже здесь доведут все до ума. Как говорится, вон там, видите, еще провода торчат. Вот этого не должно быть. То есть, в Германии это еще не конец, так скажем. Да, это еще будет все облагораживаться, то есть, доводиться до ума. Но, тем не менее, уже можно посмотреть вот на данном этапе результат, как у немцев все здесь устроено. Посмотрите. Все четенько. Котельчик. И здесь вот коммуникации идут. Это под канализацию. Вот, наверх выходит. Далее идет канализация вниз, на улицу. И здесь уже вы видите щитовой шкаф. То есть, где у нас располагаются щитки на электрику. Вот, можно управлять, выключать электричество, включать и так далее. Вот. Вот такая техническая комнатка. Что я могу сказать? Здесь плиточка на полу. Ну, все, собственно, сделано хорошо. Вот, стеклопакет. Смотрите. У нас, не знаю, как в вашем регионе, но у нас, в нашем регионе, даже вот в квартирах и в домах зачастую не бывает вот такого ремонта, как здесь. Вот как-то так, друзья. Что ж, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. До встречи в следующем видео.